Досрочные выборы стали уже некой политической традицией Казахстана. Уже осенью пройдут выборы. Тукаев примет участие в кампании. При этом победитель будет руководить республикой семь лет без права баллотироваться на второй срок. Предстоящие президентские выборы, вероятнее всего, пройдут в конце ноября. Выборы подразумевают активизацию различных политических сил. И еще неизвестно, кого в итоге поддержит народ, говорят политологи. За минувший год в Казахстане так и не появилось ни одной новой политической партии, хотя о своем намерении создать их объявили почти два десятка известных в стране политиков и общественных деятелей. Кстати, беспартийного Тукаева выдвинет партия. Кандидата президента выдвигают общественные организации или политические партии. Поэтому Аманат будет поддерживать главу государства, а президент сам скажет, кто его будет выдвигать. Согласиться или нет. Согласиться или нет, да. Что касается претендентов на пост президента Казахстана, то пока никто из известных в стране людей не заявил о своем желании попробовать свои силы в борьбе за кресло главы государства. Исключение составил независимый политик Амиржан Косанов, который был вторым на президентских выборах 2019 года. В социальной сети Facebook он практически сразу после озвученного Тукаевым послания написал, что не исключает своего участия в президентских выборах. Однако после того, как подвергся троллингу со стороны разочаровавшихся в нем избирателей, в 2019 году Косанов признал победу Тукаева до оглашения официальных результатов, он свое заявление удалил. Эксперты полагают, что в любом случае будущему президенту уже сложнее будет изменить сроки. Обратно вернуться будет, наверное, сложно. Как и родственников, например, президент на сегодня он поставил запрет на назначение на определенные должности своих родственников. Те же ограничения одним сроком на семь лет президентских полномочий. Я думаю, эти нормы будущим другим президентам будет очень сложно отыгрывать назад. Итак, срок правления президента увеличат с пяти до семи лет и в то же время запретят переизбрание. Вопрос, в какой последовательности это произойдет, вызвал споры в СМИ. Многие сочли, что поправка вступит в силу уже после выборов. Значит, новый президент проработает пять лет, а затем сможет баллотироваться еще и на семилетний период. И еще один вопрос – зачем Тукаеву досрочные выборы? По словам президента, это делается ради перезагрузки и обновления страны. Нурсултану предрекли скорое переименование обратно в Астану. Политологи считают, что это произойдет достаточно быстро. Дело в том, что в Казахстане шел сбор подписей за то, чтобы вернуть столице прежнее название Астана. После этого в парламенте Казахстана предложили переименовать столицу обратно в Астану. Депутаты считают неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. Напомним, столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нурсултан в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Ну, мы же не играем здесь, не детский сад, менять вот так, менять вот так. Было предложение президента, рассмотрели палатами парламента, это было принято решение. Теперь назад возвращаться, ну, я считаю, это будет не... Вообще, даже на мировом таком сообществе в течение двух лет, ну, я считаю, что это несерьезно. Вы будете против голосовать? Я буду против. Вы когда-то проголосовали за переименованием суда. Времена меняются? Времена меняются. Думаю. Вы быстро меняетесь, нет? Нормально? Извините. Население долгое время в соцсетях об этом говорило, просило, вот и удовлетворили просьбу населения. Впрочем, переименования столицы будет мало, говорят политологи, ведь центральные улицы во всех крупных городах также переименованы в честь Назарбаева. Кроме того, именем Назарбаева назван один из университетов, аэропорт и железнодорожный вокзал в столице. В Алматы есть парк имени первого президента Нурсултана Назарбаева. В ряде городов установлены ему памятники при жизни. 1 декабря не будет выходным днем. Лишите день первого президента статуса государственного праздника, предложили депутатам из жилиса парламента. Такой пункт есть в проекте закона по вопросам кинематографии и культуры. Предлагается определить празднование дня первого президента 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников, говорится в проекте закона. По логике, да, торжественные мероприятия будут теперь больше, наверное, проводиться 25 октября, а 16 декабря это, наверное, больше как День памяти, которые в декабрьских событиях, в том числе. Я думаю, что все концепции мы вам представим, празднование, как будет меняться и в том числе день. Я считаю, что праздников не должно быть так много, как у нас их, да, потому что у нас получается, мы одну треть года уже практически отдыхаем, да, поэтому времена меняются, статус изменен первого президента и считаю, что это нормальное явление. В Казахстане стартовали комплексные тактические учения «Хаскуткару-2022». Они проводятся с целью совершенствования навыков проведения поисковых и аварийно-спасательных работ, овладения передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента и техники, обмену опытом, ведение поисково-спасательных работ, совершенствование профессиональных навыков и проверка физической подготовки участников. Соревнования включают прохождение пяти дистанций, поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф, поисково-спасательные работы на акватории, поисково-спасательные работы в условиях природной среды и так далее. Определение лучших команд спасателей среди оперативно-спасательных отрядов МЧС Казахстана, а также команд военнослужащих спасателей воинских частей гражданской обороны Казахстана, в ходе прохождения дистанции, содержащих препятствия, характерные для чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будет осуществляться главой судейской коллегии соревнований по спасательному многоборью. Также под эгидой Международной организации гражданской обороны будет проведен мастер-тренинг для кинологических служб чрезвычайных ведомств Кыргызстана, Таджикистана, Российской Федерации и Узбекистана. Руководитель службы превенции агентства по противодействию коррупции Саян Ахмеджанов прибыл в Уральск. За круглым столом во Дворце культуры Атамикян состоялась встреча с представителями гражданского общества, бизнеса и политических партий. На встрече были обсуждены вопросы по защите прав бизнесменов и ужесточение контроля за действиями сотрудников государственных органов. В данном встрече было подняты проблемные вопросы бизнеса, а также формирование антикоррупционной культуры в сфере бизнеса и проблемные вопросы другие. К примеру, здесь были подняты вопросы о несовершенстве закона государственных законов, который, к сожалению, сейчас мешает бизнесу и государственным органам. Антикоррупционной службой за последние три года было выявлено 12 фактов незаконного вмешательства в деятельность субъектов бизнеса. В результате к ответственности привлечены 15 должностных лиц. Кроме этого, было установлено более 500 крестьянских хозяйств, которые не могут получить субсидии для развития сельского хозяйства по вине чиновников. При этом бизнесмены отметили, что имеется немало нареканий в сфере дальнейшего сопровождения инвестиционных проектов. Со слов предпринимателей, после доклада чиновников об успешном привлечении инвестиций дальнейшая поддержка проектов не осуществляется. Многие столкнулись с серьезными проблемами, которые возникали и продолжают иметь место ввиду допущенных местными исполнительными органами и СПК Акжейк нарушений законодательства по вопросам передачи земель, соблюдения строительных и иных нормативных документов. А эти проблемы, в свою очередь, могут повлечь весьма значительный ущерб бизнесу, исчисляемый сотнями миллионов тенге. По итогам встречи все предложения участников были приняты во внимание руководством агентства и будут использоваться в совместной работе с общественниками и представителями бизнеса. Ряд нарушений в ремонте дорог выявили в Западно-Казахстанской области. Представители общественного объединения Адалдыхжолы совместно с антикоррупционной службой реализуют проект о выявлении проблемы и коррупции на дорогах. Изучив портал государственных закупок и побывав в Жангалинском, Теректинском и Чингерлауском районах, а также районе Батирек, выявили, что в работе фирмы, выигравшие конкурс на ремонт дорог, имеются нарушения. В Жангалинском районе село Кубжасар работы до сих пор не начаты. Ануш Круз, фирма, которая выиграла на 900 миллионов тенге, получила 30-процентный аванс, но технику и рабочие силы туда просто не привез. Эта же компания выиграла 4 лота на 1 миллиард тенге. Это асфальтирование. 19 улиц поселка Шангаллау, это тоже, да, от Жангалы очень далеко находится. Такая же ситуация. К 11 годам тюремного заключения приговорили 27-летнего жителя в Уральске. Осужденный занимался распространением наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Западно-Казахстанской области. Организаторы незаконного бизнеса чаще всего вербуют подручных закладчиков с помощью интернета через социальные сети. Часто в сети предлагают работу курьером, но на самом деле преступники втягивают людей в орбиту наркопреступности. Осужденного гражданина задержали в апреле текущего года. При досмотре сотрудники полиции обнаружили у него 9 свертков с наркотическим веществом, обмотанные черные изоленты. Остальные 16 свертков по сообщению прокуратуры он разложил по различным тайникам. Приговор в отношении осужденного в законную силу не вступил. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области от 9 августа 2022 года гражданин С. осужден по статье 297 ч. 3 к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания учреждения уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. В Казахстане воспитателям детских садов планируют повысить заработную плату. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения республики Асхат Аймагомбетов. При этом предлагается снизить соотношение воспитателей-ребёнок до 1 к 12, то есть сократить число детей на одного воспитателя в два раза. Сегодня один воспитатель работает в группе детей от 25 до 30 человек. «Это большая поддержка педагога, потому что работать с 12 детьми – это легче, чем 25. Организовать учебный процесс легче, чем раньше». Сегодня в Уральске насчитывается 50 государственных и 84 частных детских сада, в которых воспитывается около 18 тысяч детей. Изменить нагрузку на педагогов планируют пока в пилотном проекте. В Уральске в качестве эксперимента выбран 48-й детский сад. Здесь попробуют внедрить работу двух воспитателей на каждую группу. «Сегодня один воспитатель работает до обеда, второй – в послеобеденное время. Если внедрят новые стандарты, на одну группу придётся два воспитателя, которые будут работать полный день. Кроме того, образуются свободные рабочие места». По той причине, что работу воспитателей планируют продлить на весь день, должна увеличиться заработная плата педагогического персонала. Сегодня она составляет порядка 150 тысяч тенге. Уральская спортсменка Мария Боровкова стала чемпионкой мира среди юниоров по гребле на байдарках и каное. В этом году чемпионат мира проходил в Венгрии на дистанции тысячи метров. Чемпионку бурными аплодисментами встречали на родине родные и близкие. «Возвращайтесь! Возвращайтесь! 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 Возвращайтесь!» «Мы все родители, спортсмены твои, одноклассники, сокурсники, все болели за тобой, смотрели по ютуб-каналу, передавали, ссылки скидывали нам. Мы болели, смотрели, как ты достигла, стала чемпионкой мира. Давайте на этом не останавливаться. Дальнейших успехов на олимпийских педесталах, чтобы мы тебя видели». В свою очередь сама Мария Бравкова отмечает, что годы тренировок наконец-то принесли большой успех и результат. «Я серьезно готовилась к этим соревнованиям. Конечно, боялась, что ничего не займу, но тренер в меня верил, я верила. Соревнования прошли очень удачно, я считаю. Очень счастлива, что гонялась на такой гонке». Одним из тех, кто все это время поддерживал спортсменку и в целом данный вид спорта в регионе является партия «Акжол». Президент Федерации по гребле на байдарках и каной Западно-Казахстанской области Юрий Казанин отметил, что особую роль в успехах наших спортсменов играет партия «Акжол». «У нас есть чемпионы мира, у нас три чемпионы мира, но среди девочек Маша первая. Это лучший результат в Казахстане. Две медали чемпионата мира. Мы пожелаем Маше взять лицензию на Олимпийские игры и принять участие на Олимпийских играх и хороших побед. Мне также хотелось благодарить Акимат области, партию «Акжол», которая постоянно присутствует в нашей жизни, помогает нам показывать советские действия. Мергалиев Сергей Лаванович, который является постоянно спонсором данного вида спорта. И вот партия «Акжол», которая на протяжении многих лет нас поддерживает». Мама спортсменки также отмечает заслуги дочери и надеется, что Олимпийские игры не за горами. «Она выросла в гребле, потому что я сама тренер, ее тренер непосредственно. И Маша вообще выросла и с рождения была здесь в спорте, в гребле. Ну а целью всегда мы ставили только самые высокие». Стоит отметить, что этот год для Марии Боровковой считается очень успешным. Она стала лучшей среди взрослых на чемпионате Казахстана, победила юниорский турнир в Азии. И теперь все ее цели – это подготовка к предстоящим большим турнирам. Редактор субтитров А.Семкин